МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 25 июня в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Итальянский композитор и дирижер Франческо Арайя. Представительница известной российской театральной династии актриса Ольга Садовская. И немецкий ученый, один из основателей современной физической химии, лауреат Нобелевской премии Вальтер Нерстц. Английский писатель, публицист Джордж Оруэлл. И советский поэт Арсений Тарковский. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Иоханнес Йенсен. И болгарский писатель, драматург, автор антифашистских романов Димитр Димов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 25 июня. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в истории человечества был отмечен следующими событиями. В 1178 году пятеро кентерберийских монахов наблюдали взрыв на Луне. А в 1218 во Франции во время осады Тулузы был убит предводитель крестового похода против альбегойцев Симон IV де Монфор. В 1439 году Базельский собор объявил папу римского Евгения IV еретиком и низложил его. А в 1762-м российский император Петр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви. В 1794 году в связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских товаров. А в 1863-м Сюгун, военно-феодальный правитель Такугава, повелел изгнать из Японии всех иностранцев. В 1910 году в Парижской Гранд-Опера состоялась премьера балета Стравинского «Жар птица». А в 1966-м был запущен Космос-122, первый советский метеоспутник. Сегодня 25 июня в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 25 июня 1794 года Екатерина II запретила продажу в России французских товаров. В 1793 году императрица подписала указ о прекращении сообщения с Францией по случаю происшедшего воной возмущения и умерщвления короля Людовика XVI. Этим указом запрещался заход французских судов в российские порты, российских кораблей во французские порты. А 25 июня 1794 года Екатерина II вообще запретила продажу в России французских товаров. Чуть больше месяца спустя в Петрозаводске была пресечена первая попытка контрабанды. В тот день итальянского купца Жамбони обвинили в хранении запрещенных продажи французских товаров. Однако купец уверял, что арестованные веера, бусы и табакерки только для привлечения покупателей именуются французскими, а вообще-то они российского и английского производства. История не оставила свидетельств о том, какие меры были приняты к предприимчивому иностранцу за использование чужих торговых марок. На современном языке такой товар называется контрафактом или пиратской продукцией. Только со вступлением на престол Павла I в конце 1796 года было разрешено импортировать некоторые французские товары. 25 июня 1813 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга был похоронен великий российский полководец Михаил Голенищев-Кутузов, скончавшийся во время заграничного похода в городе Бунслау, тогда Германия. Казанский собор – грандиознейшее творение замечательного российского архитектора Воронихина, воздвигнутое в 1811 году. Он был избран местом погребения полководца не случайно. В 1812-13 годах собор стал своеобразным пантеоном славы русских войск, предводительствуемых Кутузовым. Сюда из действующей армии отправлялись трофейные знамена и штандарты – символические ключи от взятых крепостей и городов Европы. Всего в соборе были собраны 107 знамена штандартов, 93 ключа. Среди экспонатов – жезл французского маршала Даву, командовавшего первым корпусом Великой армии. Этот символ власти был захвачен в ноябре 1812 года в бою под городом Красным Смоленской губернии. В июне 1813 года собор стал местом всенародного траура. Сюда, совершив последний поход из Бунслау, прибыли и были опущены в склеп под собором останки фельдмаршала Кутузова. В полу собора над склепом была вмурована гранитная плита, вокруг которой в 1814 году была поставлена невысокая железная решетка, изготовленная мастером Ажисом. Передняя сторона решетки украшена бронзовым позолоченным изображением родового герба Голенищевых-Кутузовых. Над решеткой в стену собора вделана доска красного мрамора с надписью с золочеными накладными буквами «Князь Михаил Иларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский». Родился в 1745 году, скончался в 1813 году в городе Бунслау. После захоронения Кутузова в Казанском соборе в окружении боевых трофеев победоносной армии храм на Невском проспекте по праву стал считаться памятником всенародного подвига в Отечественной войне 1812 года. Сегодня 25 июня. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 25 июня 1218 года во время осады Тулузы был убит предводитель похода против альпигойской ереси Симон IV де Монфор. В XII веке на юге Франции, в Окситании, стали появляться катары. От греческого «катарос» – «чистый», приверженцы одной из крупнейших ересей Средневековья. Катары верили в доброго бога, творца невидимого духовного мира, и бога злого – Сатану, создателя несовершенного мира земного. Исповедуя переселение душ, они отрицали земных властителей и мирские блага, запрещали клятвы, были противниками брака и допускали добровольный уход из жизни. Катаризм с быстротой пламени распространился среди самых различных слоев окситанского общества. К концу XII века в Лангедоке сложилась церковь альбигойцев, так еще называли катаров, ибо одним из крупнейших очагов катаризма стал город Альби. Число приверженцев и сочувствующих стремительно возросло. Теряя паству, католическая церковь одновременно теряла часть доходов, ибо новообращенные катары простолюдины прекращали выплачивать десятину, а богатые катары не жертвовали на храмы и не привечали священников. Инициатором борьбы с альбигойцами катарами стал чистолюбивый Иннокентий III. В 1209 году неизвестные убили папского легата-посла. Иннокентий III использовал этот повод, чтобы объявить крестовый поход против иеретиков-альбигойцев. 20 лет северяне-французы грабили и разоряли богатый окситанский край, не слишком утруждая себя выявлением иеретиков. Утверждают, что когда при штурме города Безье один из крестоносцев спросил легата Арнаута Амари, как отличить иеретика от праведного христианина, легат ответил «Убивайте всех, а Господь своих признает». Затем во главе крестоносцев стал граф Симон де Монфор, беспринципный и жестокий фанатик. О его злодеяниях ходили легенды, а матери пугали его именем детей. Он погиб в 1218 году при осаде Тулузы от камня, посланного, согласно преданию, из катапульты женской рукой. После этого в войне, наконец, наступил перелом. Окситанцы, знати простолюдины, стали освобождать от захватчиков город за городом, замок за замком. Но успех южан был недолг. В 1222 году папа Гонорий III, Иннокентий III к этому времени уже умер, открытым текстом предложил французскому королю Филиппу Августу завладеть богатыми южными землями. Крестовый поход постепенно превращался в захватническую войну французских королей за расширение своих владений. С оставшимися катарами вступила в успешную борьбу учрежденная в Окситании инквизиция. В течение нескольких десятилетий с ними было покончено. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!